привет ребят девочки нас пока мало скажите как меня слышно или напишите в чате да говори слышно хорошо слышно тебя просто хороший привет все вижу так ребят сегодня у нас четвертый день безоплатного марафона вот и потом мы на какое-то время те ребята которые уже добавились в чат рождения аватара 21 они очень четко могут отслеживать когда когда начнется то есть как мы накопим человек 100 и сразу же стартанем то есть они могут накопиться у нас течение какого-то времени могут за несколько часов вы сами понимаете да что такое бывает так тот марафон у нас я предполагала через месяц сделать и сказала что если наберется там такая 500 человек то мы либо в это число либо 500 человек наберется и мы запускаем и за ночь получился вечером сказала а за ночь уже к утру было 700 с лишним человек поэтому как получится и у нас сегодня с небольшим небольшим отрывом лидирует желудок да ребят если кто кто не видел да вот у нас голосовал каплашка была и желудок у нас победил тогда тогда поговорим про желудок поговорим про желудок и я расскажу свою версию свое видение что такое желудок что на что мы реагируем если у нас что-либо происходит желудок это я беру вот некоторые ребята желудок и живот это разные вещи это конечно в животе у нас много органов конечно вот поэтому мы как бы как живот мы его не особо не рассматриваем мы именно по органам своим пройдемся это то же самое что рука и пальцы это разные или нет то есть как бы пальцы они же на руке вроде бы одно и то же но есть разница какой палец какой палец ноготь ли это запястье ли это да то есть вот эти моменты они все конечно же играют роль можно это объединить но у нас с вами такой марафон что мы прямо пошагово пойдем везде вот и все таки к желудку да желудок вы наверное я сейчас возьму книжечку чтобы удобнее у меня есть такие детские книжечки где хорошие картинки потому что мне по большому счету чтобы понять что как действует мне в принципе нужны только картинки чтобы я уже увидела иногда бывает что я вижу что происходит у человека цветами то есть я не вижу что у него что-то болит но цветовую гамму внутри человека я вижу и чтобы понять откуда эта цветовая гамма к чему она прикреплена мне можно просто посмотреть картинки я понимаю что да там стоит вот этот то орган и уже от этого от этого мы уже начинаем плясать вот вот потому что например желчный пузырь и печень это тоже вроде бы одно и то же да но опять же все равно все разное вот вот и мы с вами ребят еще знаете в чем затронут тему я сначала раскрою наверное завтра в закрытом клубе тему вирусов да про которую я не говорю по определенным причинам вот но все таки наверное я ее затрону почки это конечно почки мужские и женские органы мы тоже это затронем обязательно потому что они тоже влияют очень сильно и я уже говорила да что например эпилепсию люди лечат голову а если пролечить половые органы то эпилепсия как правило проходит и ну врачи это знают мне кажется ну как знают это же можно это же все находится в картинках это же все видно почему почему вот так вот это до нас доходит в таком искаженном варианте для меня это тоже вопрос большой вот но у меня здесь нету картинки именно есть тонкая кишка двенадцатиперстная толстая слепая прямая кишка так канальное отверстие так желудок ну нет ребят вы здесь не увидите он очень маленько маленький расположен вы в принципе можете все посмотреть но здесь плохо видно плохо проработано прорисовано потому что это как детская книжка мне она нужна была для картинок вот смотрите желудок он у нас он у нас больше состоит с левой стороны то есть он у нас не посередине идет он как бы левее идет вот и очень много очень многие когда начинает что-то с левой стороны болеть они говорят о это наверное там поджелудочное это наверное вот это это вот вот это а чаще всего что просто идет спазм самого желудка спазм самого желудка происходит по различным причинам но мы сейчас с вами будем говорить не не именно не о медицине да а все таки больше больше психику туда на правил вот и желудок он если кто-то глотал трубку если кто-то смотрел как все такое ровненькое слизистая она такая достаточно гладенькая ровненькая а под слизистой вот этот вот мешочек он же желудок в виде мешочка он идет прямо мышечный это просто мышечная ткань мышечная ткань если ее смотреть она действительно похоже как на мозг потому что она вся вот в таких вот изъянах и когда я вам говорила что желчь вот желчь когда идет изжога то это вообще не не из-за кислоты который у нас в желудке это вообще идет по другим причинам мы потом с вами затронем да мы потом дальше будем подниматься по органам мы затронем сегодня я бы хотела все таки немножечко уехать вниз и как раз с вами поговорить про желудок потому что желудок он он находится вообще под печенью как бы печень с правой стороны желудок слева и она как бы ее немножечко так закрывает так прикрывает вот и многие знают да что например язва желудка она случается в 90 процентах случаев не от питания а от стрессовой ситуации от стрессовой ситуации понимаете да стресс это всегда печень стресс это всегда желчь злость вот это все если говорить о стандартной психосоматике вот но печень она же она как как будто бы как перекрывает когда вот у нас идут какие-то сложные ситуации в нашей жизни да определенные моменты и у нас получается что как будто бы печень перекрывает желудок вот этот спазмированный желудок он и дает вот это вот из-за спазма то есть бывают такие моменты что так как желудок у нас это сплошная мышца то вплоть до того бывает вот это вот слизистая она разъедается и она вот даже заходит у меня была такая картинка что прямо вот в саму мышцу заходит прям вот это вот слизистая оболочка пленочка вот это вот и бывают очень сильные боли но вообще по идее что такое желудок то есть у нас же идет формирование первое первое когда ребенок начинает он же начинает с пуповины с живота с живой формироваться вот и мы же с вами немножечко ушли с легких на желудок и я вам сказала что легкие это как раз не то что ты на себя навалила не можешь вдохнуть дышать полной грудью это все классно но вы это можете прорабатывать если вы например там у вас какие-то панические атаки еще что то вы это можете проработать и оно хорошо уходит но если у вас уже такие медикаментозные и гормональная терапия например таких процессов как одышка хобл астматические заболевания то вот это поверхностная психосоматика она не подойдет когда вы уже углубляетесь внутрь тогда вы уже смотрите куда прикреплены легкие куда они идут и первым делом легкие зависит от желудка от мышечного спазма желудка и вы наверное многие вы наверное многие по себе чувствовали такие моменты что например когда вы в таком вот в какой-то эйфории все у вас хорошо все замечательно вы такие вот пляшет и все вам не хочется у вас нет аппетита то есть ваш желудочек ваш вот этот вот мешочек он не спазмируется он идет в таком расслабленном состоянии в расслабленном состоянии у головы то есть желудок у нас спазмируется не сам по себе а от головы у нас как раз я вам говорила что я сейчас плотно работаю над что такое вообще нервная система откуда она взялась наша ли она вообще кто этот подселенец нас которым нами управляет что мы хотим одного а делаем абсолютно другое как мы можем идти в разрез с самим собой что за новшество откуда оно взялось вот и я как раз вот этот сейчас момент разбираю и это наверное будет следующий может быть какой-нибудь тоже такой вот марафончик небольшой где там будем прям пошагово разбирать все это вот а когда вы например переживаете есть две стадии когда ты переживаешь и у тебя есть некоторые люди которые переживали едят а есть те которые не едят то есть нет таких ну не нет таких я же всех не знаю мало таких людей которые нейтрально относятся к нейтральное пищевое поведение если они в каких-то стрессовых либо очень хороших жизненных радостных ситуациях обычно либо туда либо туда то есть я такой человек что у меня когда стресс я ничего не могу есть не могла есть ничего а есть люди которые при стрессе наоборот начинают есть причем есть такое чтобы где много сахаров чаще всего чаще всего это конечно же не соленые огурчики что-то такое а тортики мороженое пирожное шоколад вот что-то что-то из этой серии это как раз когда идет опять же нервный импульс через голову и у нас вот этот вот мешочек он максимально начинает сжиматься то есть есть у некоторых людей у которых этот мешочек при нервном окончании такой и все и в шоке и я не хочу ездить все он у нас как это в таком если мы посмотрим под микроскопом он у нас будет не сжат она будет максимально разжат у нервом при нервном напряжении максимально разжат желудок а у некоторых при нервном напряжении максимально сжат желудок вот и как раз это говорит, что есть как минимум несколько типов психологического состояния и несколько типов нервной системы. Знаете, как у крови есть группа крови, точно так же есть у нервной системы группы нервных систем. И эти группы нервных систем, они регулируют абсолютно на разных. И вот как раз желудок и поджелудочная желудок это очень, вы можете, например, по себе отследить, если у вас поменялось пищевое поведение в какую-либо сторону, даже незначительно, в окружении вас, в вашем мире, что-либо произойдет, вы это можете отследить. Это наш вообще желудок это наш как сказать, не наше будущее, да, а наш предохранитель, то есть, что мы можем считать с окружающего мира. любое изменение пищевого поведения, у кого-то вкусы меняются, у кого-то меняется количество, объемы питания, у кого-то меняется временной процесс, когда ты хочешь есть. если мы будем это отслеживать, то мы четко увидим, что это всегда связано со внешним миром, то есть, желудок, сам желудок, именно вот этот вот мышечный мешочек, это показатель нашего внешнего мира через непродолжительное время, то есть, не в момент. Понимаете, как вы можете считать? Если вы обращаете внимание на желудок, почему первым делом нам придумали еду, и все больше и больше, разнообразнее, разнообразнее придумывают. Почему, если, например, там, от каких-то модных болезней, или, например, от рака, каждый день умирает миллионное, миллиардное, количество людей, и это считается, как бы, ну, вот, умирают и умирают, практически норма считается в нашем мире, то если кто-то умрет от неправильного выхода с голода, от того, что они там как-то практикуют вот эти вот сухие дни, если такой момент появляется, то об этом пищит просто все СМИ начинают об этом трезвонить. И почему сейчас очень достаточно опасно вообще говорить, а сколько ты не ешь, а бывает ли такое, и если ты будешь дальше продолжать говорить, сколько ты находишься вне еде, то тебя уберут, потому что ты неинтересен. Почему неинтересен? Потому что очень важно, когда ты ешь, когда ты ешь, ты перестаешь транслировать и ретранслировать все, что происходит с тобой во внешнем мире. Ты тогда становишься обычным человеком, которым можно управлять. Ты не становишься тем существом, тем объектом, который может менять свою жизнь. Абсолютно не становишься. то есть, если ты контролируешь, я не говорю, что убираешь еду, ребят, не про это. Я говорю про то, что если ты контролируешь, если ты четко понимаешь, что ты захотел вот это вложить в себя. Какой-то фрукт, какой-то овощ, какую-то зеленушку, что-то еще. Если ты четко понимаешь, что ты это хочешь, и ты... Ой, ребят, подождите, у меня сын там... Да, Ярик, по-быстренькому, у меня эфир. Говори. А у тебя посмотреть... Ты мне напиши номер карты, напиши номер карты, номер карты напиши. Я... По фотографии я не вижу. Просто цифрами напиши, пожалуйста, я сейчас быстренько это сделаю. Давай. Вот. Почему? Потому что когда мы четко понимаем, что мы хотим съесть, то есть хотим съесть не головой, вот смотрите, еще один важный момент, когда вы выходите с сухих дней, вы уже на последнем сухом дне, когда вы понимаете, что вы будете выходить, вы себе придумываете меню и отследите себя. Как правило, вы хотите фрукты. Редко, когда кто-то хочет какой-то салат, как правило, вы говорите, ой, я бы... ой, я бы, например, там, съел апельсин, съел яблоко, то есть мы всегда выбираем какие-то сочные фрукты, прям сочные-сочные. Ребята, можно я сейчас на секунду отвлекусь? Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. Другую, я скажу, что сделать не могу, мне еще нет, 18. Все, ребята, я с вами, извиняюсь. Просто сын сдает экзамены. вот, что такое желудок? Желудок, это как раз вот этот вот наш мышечный орган, почему я вчера не просто так сказала, что он очень похож на, похож на мозг, это как раз, знаете, это как вот досуда, то есть вот голова, это то, что мы там из нашего мира выходим и можем посмотреть головой, а здесь это то, что в нашем мире, а наш мир, это все, что происходит вокруг нас, вот, и почему я говорю, что хотите, чаще всего хотите что-нибудь такого, фруктиков, как что-то такого яркого, сочного, что-то вот такого, это действительно то, что хочет наше тело, но как только мы начинаем есть, то есть наше тело уже сразу же все, оно, оно перестает быть нашим, как только мы начинаем много туда скидывать, оно перестает быть нашим, и мы начинаем туда уже салаты, там, ну, все, что угодно уже скидывать, и все, и мы закрываем свой мир, мы перестаем быть ретрансляторами своего мира, ну, и когда, Что было бы, если бы мы ели только ту пищу, которую мы истинно хотим? Что было бы, если бы мы ели только тогда, когда мы хотим? И поверьте, ребята, это было бы далеко не каждый день. Что было бы, если бы мы начали питаться в то время, когда мы хотим? Не до шести вечера, как это у нас общепринято, да? А именно тогда, сколько и чего мы хотим. То тогда наш вот этот мышечный мешочек, он бы у нас работал, как мышца, которую постоянно... Вот как вы, например, мышцы качаете, точно так же и здесь. Качалась бы мышца. То есть она бы не работала на переработку постоянно чего-либо, а именно как покачали, она отдохнула, пришла в порядок. И как раз вот этот вот наш маленький мешочек мозга, он как раз бы и транслировал все, что происходит с нами. То есть мы можем за некоторое время, у всех разные способности, сразу скажу, кто-то там за час, кто-то там за день, кто-то там за год, нет, нет такого. То они бы могли чувствовать, как изменится их мир. Что такое чувствовать, как изменится ваш мир? Это мы своим телом очень хорошо чувствуем, своим телом, то есть всем своим телом, своими порами, своим носом, своими глазами, причем внутренним зрением. Мы чувствуем, например, такие моменты, как меняется качество, структура воздуха. То есть мы можем четко определять, как минимум, это я вам минимально говорю, какая будет погода через какое-то непродолжительное время. Мы можем через качество, субстанцию вот этого вот воздуха четко понимать, откуда будет дуть ветер. Мы можем понимать, что в этом ветре, да, правильно говорю, в этом ветре будут примеси такого-то, такого-то. То есть с этих примесей мы понимаем, ветер дует оттуда. Вот, то есть смотрите, как у нас работает компьютер наш. Мы знаем, что ветер дует оттуда с такой-то скоростью, значит, мы можем зацепить, что происходит, например, на таком-то расстоянии. То есть в таком-то городе воздух с такими-то примеси, значит, в таком-то городе происходит вот это. Понимаете, что мы можем делать? Что такое наш желудок? Какие мы вообще глобальные? И это касается каждого органа. Каждый орган отвечает за что-либо. И желудок как раз за наш мир. Что такое наш мир? Это не когда вот подлокотником заканчивается диван. Это то, что мы можем объять своим функционалом города, страны. Это я вам сейчас открываю только маленькую толику того, что мы можем. И когда мы начинаем свой желудочек, у нас он начинает работать так, как он предназначен для нас, не для социума, чтобы через нас было какое-либо потребление чего-либо, в том числе и финансового потока. Да? А если мы начинаем работать на себя, то мы с огромным удовольствием начинаем чувствовать весь мир. Я есть мир. Мы начинаем чувствовать, что происходит в том-то регионе, что происходит в том-то городе. И когда некоторые говорят, ой, я не понимаю, как вот я, вот я только подумала об этом, а вот это вот уже случилось. А это действительно так. Просто сейчас мы будем с вами вскрывать вот эти все моменты, которые, когда мы думаем, что откуда же это, я вот только подумала, это случилось. Вы будете знать технику, инструкцию своего тела. Откуда вы это подумали? Да оттуда, что у вас сменилось, сменился, так скажем, рацион вашего питания, давайте так назовем, и за счет этого рациона вы смогли услышать вот такое-то расстояние. Сменился еще ваш рацион, смогли услышать вот такое-то расстояние. Сменился еще рацион, смогли услышать вот такое. Вернули к своему рациону, а раз, и зашли сюда. С чем связаны сильные судороги в районе верхнего пресса? Раньше возникали при рвоте. А сейчас при упражнении многих упражнений, где включаются, присказмируются и не отпускают длительное время. Потому что не пролечили вот это вот, как оно называется? Булемия, да, оно правильно называется. У вас же булемия, получается. Судя по тому, что я вот вижу у вас, я вас не знаю, но у вас есть булемия, которая непролеченная, недолеченная. И вот эти вот любые спазмы, которые связаны с животом, то есть нужно смотреть. Во-первых, это, ребята, еще очень важно понимать, что у мужчин и у женщин оно работает по-разному. То есть у мужчин и у женщин даже разное строение ног. То есть у женщин, все мы прекрасно знаем, да, что вот здесь вот многие бывают, что вот я не пойду в качалку, я не буду качать ноги, потому что у меня сразу же накачивается передняя поверхность бедра. А мужчины могут ее качать непонятно сколько, и у них она достаточно сложно накачивается. У мужчин вообще ноги сложно качается. Вот. А у женщин стоит чуть-чуть поприседать, все, задней поверхности бедра там качать и качать, а передняя уже все как-нибудь встала, и уже эта мышца сразу же видна. Почему? Потому что физиологически ноги, женщины предрасположены для беременности. То есть что такое для беременности? Когда у женщины живот, что он делает? Живот идет, идет нагрузка на переднюю поверхность бедра. Это физиологический аспект. И у нас таких моментов очень много. И вот когда идет расстройство пищевого поведения, как оно расстройство пищевого? РПП, да, правильно называется? Вот, расстройство пищевого поведения, это же достаточно глубинная болезнь. И это думает, ой, я сейчас вот это вот поделаю, там, похудею, а потом я вернусь в свое обычное состояние. Ребят, оно, это же как с наркотиками и с алкоголем. Ты в любой момент можешь к этому вернуться. Это достаточно глубокое заболевание психологическое. Потому что женщина не может себе этого позволить. Женщина, когда... Вообще, женщина... Вызывать рвоту, это одно из самых последних, что может сделать женщина. Потому что у нее устроено все по-иному. То есть рвота у нее идет только, когда идет избавление от токсикации. Избавление от токсинов. Избавление от токсинов у нее очень часто идет при беременности. В первом триместре очищение организма идет. А если вы все время вызываете рвоту, то ваш организм считывает, так, рвота. Значит, мы очищаемся от токсинов. Значит, у нас будет плод, для которого нужно вот это, это и вот это. И организм начинает из всего добывать полезные микроэлементы, еще что-то в живот. То есть женщины, как правило, они после этого РПП еще более быстрее, либо набирают вес, либо все время близко к полноте. Второй момент. У них становятся очень плохие волосы, ногти, кожа, все вот это. Потому что все организм не может получить из продуктов, потому что вы-то не беременны. А организм-то думает, что вы же уже в первом триместре, и он начинает из вас же вытягивать жизнь туда, откуда вы ее вырываете. Понимаете, что происходит? И почему-то об этом тоже не говорят. Но это же все так просто. Мы можем об улеме сделать, если РПП, мы можем сделать, наверное, даже отдельный эфир и проговорить про это. Потому что это такая достаточно глубокая тема. И почему-то она у нас рассматривается только с одной позиции, которая ни туда, ни сюда. Вот, ребят. То есть, не знаю, опять я сумбурно сказала, понятно или нет, насколько это понятно, что желудок – это ретранслятор нашего мира. И именно почему это один из… Ну, как у нас все органы важные. Не скажу, что вот прямо он главный и все. Все органы главные, все органы важные. Но он, так как он один из первых живо, живот у нас сформировался, это как раз ретранслятор того, что ты будешь делать в этом мире. Чтобы ты его считывал, это твоя безопасность. Чтобы ты был всегда в безопасности. Ты – твой род. Чтобы твой род – это роды. Нет, не род. Был в безопасности. И поэтому, когда мы его держим в чистоте, то мы тогда начинаем выходить на иной уровень самого себя. Мы начинаем понимать и осознавать, кто я есть, что я. И есть частичка этого всего божественного. Потому что я все знаю, все знаю, что происходит в любой земной точке. В любой земной точке я сразу же моментально знаю. Ну, как не моментально, мы настолько загрязнены, что моментально нет. Но вот это вот расстояние, оно увеличивается. Когда оно увеличивается, сначала кажется, о, там. Сначала кажется, ой, как здорово, как интересно. Я – бог, я там вижу те моменты, которые других не могут быть. А это все через вот это вот вкрапление того, что мы принимаем. Я, если что, потом побольше это раскрою, когда мы коснемся носа, глаз. И я поглубже вот эту тему раскрою, как оно взаимодействует. Вот, а потом, потом начинается страх. Да, вы обязательно подойдете к этому моменту, когда будет страшно. Вы думаете, боже мой, я и это увидел. А ведь не только хорошее что-то происходит в нашей жизни. Вы начинаете видеть и достаточно жесткие вещи. Достаточно такие, которых бы даже не хотелось видеть. И с этим тоже вам придется жить. Пока вы не примете, что все есть просто факт. Когда у меня начинается, ой, как вы так можете говорить, что там все равны, и убийцы, и педофилы, и эти, и эти. Но пока у вас есть деление, вы сами стоите на этой же планке. Вы ничем не лучше никого. Как только вы понимаете, что это просто факт, это просто каждый учитель своего момента. Тогда у вас приходят другие иные сознания. Ребятки, если есть какие-то вопросы, задавайте. Если нет, то мы сегодня с вами встречаемся с Алексеем в 21 час. Вот, и еще раз, ребят, повторюсь, что если кто готов идти на 21 день, ну, уже 22 будет, да? Потому что, а не, 21, там сколько получается? Сегодня четвертый день. Ну, в общем, кто готов идти, пишите. Пишите в личку, добавляйтесь, и там мы будем раскрывать эти темы более и более глубоко. Если нет вопросов, то я сохраняю эфир. Я вас всех благодарю. Конечно же, опять же, хотелось бы получить от вас обратную связь, насколько вам это было интересно. И присоединяйтесь, будем проходить у нас много-много всяких. У нас и почки, и печень, и тазобедренный сустав, что-то такое тазобедренный сустав, это вообще такое распутие, планетарное распутие, вы даже не представляете себе. Очень все. Мы настолько интересные, что, когда говорят, а тебе не скучно, ой, ребят, когда мы начинаем себя познавать, там, знаете, нет такого вообще выражения, как скука. Это все настолько захватывающе, настолько глобально, настолько у нас прям сами все услышите. Все, я всех благодарю, что были со мной, присоединяйтесь в 21 марафон. И всех обнимаю. Сейчас эфир сохранится, и я вам его сюда скину. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...